Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Коротко о главном. О вопросах первоочередной важности говорили сегодня на аппаратном совещании в администрации города. От античности до современности. Как развивалось керамическое производство и какие русские сувениры пользуются спросом сегодня. «Анапа» покоряет мир. Коллекции «Анапского винодела» признаны одними из лучших на международном конкурсе. Мяч, ворота и песок. Муниципальная «Спартакеада» определила финалистов турнира по пляжному футболу. Наполнение бюджета города-курорта, строительство нового сквера в Субсехе, контроль за пожароопасной ситуацией стали основными темами аппаратного совещания в администрации, которое сегодня провёл первый заместитель главы «Анапы» Юрий Поляков. О подготовке избирательных участков к единому дню голосования рассказал заместитель главы Валерий Королёв. Прозвучало поручение Управлению организационной работы и по связям с общественностью. Подготовить сводную информацию по устранению выявленных комиссией МВД МЧС недостатков на избирательных участках. Срок для прожиточной информации 14 августа. Неналоговые поступления в бюджет стали основной темой выступления заместителя главы Светланы Яровой. На 1 января текущего года сумма задолженности по договорам аренды земельных участков составляла 166 миллионов рублей. По состоянию на 1 июля задолженность снижена на 22 миллиона. Также мы снизили задолженность прошлых лет за текущий период на 48 миллионов рублей. На сегодняшний день мы вышли с плюсом 8 миллионов к заданному плану. Теперь главное удержать данную ситуацию. С этой целью подано 90 исков к неплатильщикам на сумму более 70 миллионов рублей, а также предъявлено свыше 500 претензий. Юрий Поляков предложил вернуться к этому вопросу через месяц и посмотреть, какая динамика у процесса. Еще одна актуальная тема – исполнение поручения губернатора Кубани о создании в муниципальных образованиях скверов, посвященных 80-летию Краснодарского края. В Анапе уютный бульвар появился в районе пенсионного фонда, однако это лишь часть работы. По этому было выбрано земельный участок, Суцвельский сельский округ, СУЦЕ, улица Советская. И на сегодняшний день мы завершаем оформление землостроительной документации. Марина Юрьевна, до 30 августа я прошу представить эскизный проект на согласование с Юрием Федоровичем, и, соответственно, мы его должны принять на институт природных ресурсах на согласование. А сентябрь-октябрь уже будем, думаю, реализовывать данное поручение. Вот по муниципальному образованию город-курорт Анапа я бы хотел весь список скверов, зеленых зон, насаждений. То есть я хочу, чтобы вы мне рассказали, это здесь, это здесь, это здесь, вот карта или все, что-то здесь, это здесь. И мы увидим с вами покрытие нашей земли с вайтом, бетоном, и где больше, где меньше, чтобы мы иметь понимание, где может надать это уделить, какое, да, внимание. Заместитель главы Людмила Мурашова поручила Управлением образования и капитального строительства продолжить совместную работу по реализации социальных проектов в сфере образования. Речь идет и о строительстве пристройки к школе номер 6 и спортзала в 21-й школе Станицы Анапской. Также у нас в двух детских садах в ближайшее время планируется привлечение инвесторов в строительстве групповых ячеек. Это детский сад номер 2 в расцвете и детский сад номер 31 в школе. Курортный сезон продолжается. Идет и работа по выявлению несанкционированных аттракционов. Всего на территории муниципального образования выявлено 399 аттракционов. 310 аттракционов из них зарегистрированы. По всем остальным письмам с регламентом направлены в Министерство гражданской обороны. На особый контроль необходимо поставить и пожароопасную ситуацию, сложившуюся в связи с августовской жирой. Юрий Поляков поставил задачу перед главами сельских округов. Мониторить ситуацию, быть готовым к любому возгоранию и пытаться это все локализовать и потушить. Очень такой ответственный момент в конце сезона, когда уже все высохло, такой сухой, достаточно, грубо говоря, сигареты и окурка бросить и все. Поланапы потом тушит, ездит это все. Следующее планерное совещание в администрации пройдет в расширенном режиме с участием руководителей городских служб, предприятий и организаций. Сегодня годовщина со дня героической гибели на Северном Кавказе майора ФСБ Вячеслава Евскина. Анапчанин до последнего прикрывал отход своих товарищей из окружения после неравного боя. Его память сегодня почтили минуты молчания. Монумент Вячеславу Евскину на одноименном бульваре – один из символов Анапы, города воинской славы. Перед ним представители городской власти, ветераны локальных конфликтов, юные жители города-курорта. 21 год назад боевики окружили здание общежития ФСБ в Грозном. Три дня шел бой с превосходящими силами противника. Было решено прорываться. Евскин получил ранение и принял решение остаться, чтобы прикрывать отход своих товарищей. Сегодня здесь находится очень много молодежи, которые будут это помнить и продолжать те традиции, которые существуют у нас. И вечная слава герою России Вячеславу Михайловичу Дмитрию. Мы сравним старшее поколение подвиг Вячеслава Михайловича с подвигом Дмитрия Калинина. Ведь последние шаги в бессмертие у них одинаковые. Ленин схожался до последнего патрона и подорвался для граната. Вячеслав Михайлович до последнего патрона и подорвался для граната. Простой, отзывчивый, целеустремленный, смелый, привыкший доводить любое дело до конца. Таким Вячеслава Евски напомнит родной брат. Сейчас он живет в Витязево и принимает участие в просветительских акциях. А помогает все вот это воспитательная работа. Не забывает своих героев. Не только, я сказал, Союза и России. И все герои, почему? Потому что шли, не всем давали же героев. Шли на танк с гранатой и так далее. Возле монумента, вахта памяти, юнормейцы сменяли друг друга в течение получаса. На улице достаточно жарко. Простоять даже 10 минут по стойке смирно требует определенных усилий над собой. Такое небольшое испытание, но это та небольшая часть, которой мы, можно так сказать, отдаем дань памяти героизму нашего соотечественника. В этот день торжественная церемония прошла и в Краснодаре, где в микрорайоне Юбилейный также установлен памятник Вячеславу Евскину. Меньше месяца осталось до одного из главных событий осени. С 3 по 9 сентября НАПА вновь станет южной столицей кино. На курорте в 26 раз пройдет фестиваль «Киношок». В этом году он меняет формат, делая ставку на российских кинематографистах. Об этом и не только. Подробнее нам рассказал председатель оргкомитета фестиваля Сергей Новожилов. «Теперь открытый российский кинофестиваль «Киношок», не фестиваль в странах СНГ и Балтии. С этого года конкурс будет строиться на фильмах, снятых на территории России, в разных республиках, областях. Поэтому в конкурсе будут картины из Якутии, Карелии, Башкирии, из Кабардино-Балкарии. Я думаю, это будет очень интересно, потому что сегодня кинематограф там развивается и динамично. Будет отдельный конкурс документального кино и отдельный конкурс короткомитражного, но, впрочем, он и раньше существовал. И все эти три конкурса будут проходить в кинотеатре «Мир кино», называется, бывший кинотеатр «Октябрь». И нам это будет очень приятно, потому что фильмы посмотрят не только кинематографисты, гости, участники, но и зрители Анапы. И мы всех приглашаем на наши просмотры, которые будут проходить с 4 по 8 сентября. Там же будет и жюри вместе со зрителями, с гостями, участниками фестиваля смотреть эти картины. Также пройдут традиционные гостагаевские встречи, концерт артистов кино в городском театре и кинопоказы под открытым небом на театральной площади. Особенно зрелищными обещают быть церемонии открытия и закрытия, на которые в этом году сможет попасть любой желающий. Мы ожидаем в наших церемониях актеров, которых давно здесь не было, на церемонии открытия. Это будет Юрий Стоянов, Наташа Королева, знаменитый ансамбль из Адыгея Нальмес, Сергей Шустицкий, Светлана Тома. На церемонии закрытия Ирина Медведева, Ольга Прокофьева, Аристар Халиванов. Ждем еще некоторых звезд, о которых я не буду говорить. Но в связи с этим в этом году мы даем возможность и простым зрителям попасть на церемонию, потому что будут продаваться билеты и по очень небольшим ценам. Тем, кто хочет выбрать лучшие зрительские места, стоит приобретать билеты заранее. Сделать это можно на официальном сайте летней эстрады или в кассе. Стоимость всего от 800 до 2000 рублей. В отделе краеведения Анапского археологического музея открылась уникальная выставка «Керамика от античности до современности». Это совместный проект Анапского музея и мастеров, работающих в технике кжель. Как развивалось гончарное мастерство и какими стали современные фарфоровые изделия, узнавала наша съемочная группа. Керамические изделия античной и средневековой эпохи – это истоки гончарного мастерства с тысячелетней историей. Кувшины и амфоры, найденные на раскопках Анапе, демонстрируют многовековое развитие керамического производства. Причем у некоторых древних амфор вместо привычного плоского основания – заостренное продолговатое дно. И этому есть свое объяснение. Классическая амфора имела две ручки, остроконечное дно. Оно предполагалось для того, чтобы розы перевозить на кораблях. То есть к центру направлялось остроконечное дно и по кругу укладывалось один слой, затем второй, затем третий. И для крепости. То есть укреплялись эти сосуды. И таким образом вино переправлялось из страны в страну. Здесь же работа и современных гончаров из Подмосковья. Почти тысяча экспонатов представлены в единой технике кжель. Забавные игрушки, сувенирная продукция, а также декоративная посуда в самых неожиданных исполнениях. Кжельский промысел достиг наивысшего исторического расцвета в 13 веке. Это изделие традиционного русского искусства из фарфора с ручной росписью. Их отличительной чертой является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. В технике исполнения рисунка присутствует всего четыре элемента. Кжелевая роза, листовая роспись, сетка и кудрины. Впрочем, изначально роспись изделий производилась несколькими красками. Единый формат в бело-синем исполнении стал использоваться только после указа Петра Первого. Так как государь интересовался всем абсолютно, он издает указ. Приставить к всему делу потребному руки умелые, добытая посуда лучше и чище всякая заморская была. И потихонечку вытесняется цветная роспись и заменяется кобальтовой росписью. Эта выставка проходит в Анапе уже 13-й год подряд и пользуется неизменным успехом у жителей и гостей города-курорта. Она впечатляет своей красотой, своей безупречностью. В общем, всегда стараемся здесь ее посмотреть. Выставка будет работать до конца сентября. Также здесь проводят мастер-классы, на которых гости смогут сами погрузиться в процесс изготовления гончарных изделий и познакомиться с тонкостями кжельской росписи. Экспозиция расположилась по адресу улица Протапова, 1, в здании Краеведческого музея. Анапа снова в тройке лидеров по популярности среди российских туристов. Анализ туристического рынка провели эксперты Ассоциации туроператоров. Наш курорт занимает второе место в рейтинге – на первом Сочи. Стоит отметить, что отдых в Анапе является более доступным. Например, за неделю отдыха в Олимпийской столице туристам придется заплатить порядка 25-28 тысяч рублей, в то время как неделя в Анапе обойдется всего в 20-22 тысячи. Кроме того, все больше россиян выбирают наш курорт для семейного отдыха. Таким образом, Анапа ежегодно подтверждает статус детской здравницы России. В Союз виноделов Крыма и Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» Российской академии наук и Международная ассоциация виноградарей и виноделов с 29 июля по 6 августа 2017 года провели профессиональный 37-й международный конкурс виноделия «Ялта. Золотой грифон-2017». В одном из самых престижных конкурсов золотые и серебряные медали получили вина с подворья Старого Грека. Даже в самый жиркий летний полдень ворота подворья Старого Грека открыты. Туристам здесь раздолье. На фоне нештукатуренных островков стены, специально оставленные для понимания, из каких исторических камней сложен винзавод, охотно фотографируются. Намоленные из-за века камни старинной церкви разрушены, но возрожденные в храме вина, безусловно, впечатляют. Вот это наш первый вызов. Все здесь восстановлено вот в таком архитектурном стиле, как было раньше. И вот сегодня многие говорят, кто менеджер, кто архитектор, кто вот это все делает. Фактически Старыч, как правильно говорит, мы просто восстановили и сделали то, что нужно. Мы просто структулезно к этому отнеслись. А мы не придумали этого, и мы не сделали этого. Это руки, головы наших предков, наших родителей, наших планиров. Стеклянный пол над бывшей дробилкой виноградной грибней завораживает и вовлекает в историю. Здесь все, к чему не прикоснись, дышит ею и незыблемо. И только плоды древнего ремесла живут особенной жизнью, за которой следят за натаки и ценители. Виноподворья побеждают на конкурсах виноделия и агротуризма. Законодательное собрание Кубани поддерживает инициаторов таких проектов, как подворье Старого Грека. Здесь древняя культура народа и его мастерство священно хранят и, создавая вино, дают волю ему быть самым лучшим. Наше предприятие, вновь созданное предприятие, получило две золотые металли. Это пино-нуар 19-го года и кардане понтийское 19-го года. Шардане понтийское 14-го года получило серебро и за лучшее оформление шардане понтийское, значит, мы получили золото. Видавшие виды ученые и профессионалы в оформлении вин восхитились мудрой находкой. На этикетке знаменитый греческий скрипач Лазарь Папандополо с понтийской лирой, имеющий мировое признание. Музыку винного букета, нежнейшего бочкового тона сложно передать словами, но звуки понтийской лиры – искреннее признание любви тому, что сделано с любовью. Эти медали в Ялте, две золотых и одна серебряная, были вручены главному виноделу подворья, президентам виноделов Крыма Загоруйко и докторам сельхознаук Парисенко. На них золотой и серебряный грифон расправили свои крылья за те особенные качества вина, которые заставляют в летний зной и зимний прохладный вечер испытывать чувство удовольствия и благодарности за талант мастера, умеющего радовать людей искренне. Золотой грифон прилетел в этом году на подворье старого грека не случайно. Валерий Ставрович Асланов в числе первых виноделов Края получил лицензию на производство, хранение и поставку алкогольной продукции. Поздравляем, гордимся и верим, что объект агротуризма продолжит традиции кубанского виноделия в самом высоком смысле этого слова. И новости спорта. Определились финалисты городского турнира по пляжному футболу в рамках спартакиада среди спортивных команд сельских округов. Один из полуфиналов оказался символическим. Были и сюрпризы. Сергей из станицы Анапская. С детства любит играть в футбол, работает в банке. Участие в играх и соревнованиях компенсирует нехватку движения. Приятно побить, попадать. Это все-таки не асфальт. Можно и через себя ударить, красивые голы сделать. Ну, самое приятное в этом. В турнире принимают участие 11 команд из Анапы и 10 сельских округов. По правилам необходимо играть три тайма по 12 минут. С поправкой на погоду сделали по 10. Четвертьфинал. Турнирная судьба свела команды Витязевского и Анапского сельских округов. Там уже началось строительство тренировочных баз для команд-участниц мирового футбольного первенства 2018 года. После соревнований они достанутся муниципалитету. Турнир же – возможность самим поучаствовать в развитии спортивной инфраструктуры. В распоряжении команды, которая займет первое место, поступит 500 тысяч рублей. На них можно будет приобрести инвентарь или оборудовать спортивную площадку. 300 и 200 тысяч, соответственно, награда за второе и третье место. Поле небольшое, поэтому игра динамичная, атаки короткие, меньше бега, больше ударов. А в футболе это самое интересное не только для зрителей, но и для игроков. По словам главного судьи соревнований, уровень команд на турнире год от года растет. Многие в буквальном смысле открывают для себя этот вид спорта. Есть такие моменты, что даже люди с большого футбола приходят, профессионалы, да? Казалось бы, вот он сейчас придет и сыграет пляжный футбол. Нет, у многих не идет, допустим. У некоторых сразу идет играть пляжный футбол. А так покрытие, самое лучшее покрытие – это песчаное покрытие. Для мышц, для суставов всего – это самое лучшее покрытие. Победа в четвертьфинале досталась Витязева. Их соперником в финале станет команда Виноградного сельского округа. Она одержала верх над сборной Анапы, преподнеся сюрприз специалистам. Финал состоится 12 августа и обещает быть интересным. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках». Любительская «Тавровская» 209. В «Сосиске Родионовский» экстра 237. Краковская 529. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 9 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Ночью прохладнее, 24 выше 0. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершение выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.